Сказать, что 1991 год для страны в целом и для Азизы Мухаммедовой был сложным, это не сказать ничего. Политические и социальные изменения выбили почву из-под ног и лишили уверенности и стабильности. Но сложности в личной жизни Азизы на этом не закончились. Именно в этот год из-за перенесенной душевной травмы и сильного потрясения певица ушла со сцены и на довольно продолжительное время закрылось в себе. Душевное равновесие впечатлительной певицы было нарушено трагической смертью поэта и музыканта Игоря Талькова. По словам очевидцев, конфликт, который в итоге и привел к трагическим событиям, начал Игорь Малахов, спутник Азизы. Именно он потребовал у организаторов, чтобы его спутницу и Талькова поменяли местами, так как девушка испытывала сильнейший токсикоз, и чтобы выйти на сцену, ей нужно было время. Режиссер удовлетворил просьбу, а когда Тальков узнал о произведенных изменениях, он попросил Малахова зайти в его гримерку. Вот тогда и начался конфликт. Откуда Игорь Малахов достал пистолет, осталась загадкой до сегодняшнего дня. Так же, как и откуда в руках Талькова оказалось газовое оружие. Азизы, естественно, не участвовала ни в конфликте, ни в последующей драке, приведшей к трагедии. Общественность негодовала, называя виновной в трагедии Азизу. В итоге началась самая настоящая травля, после которой женщина восстанавливалась практически четыре года. За это время она научилась по-новому воспринимать реальный мир и не чувствовать постоянную вину за происшедшее. Главным ударом в данной ситуации для эстрадной исполнительницы стали не столько обвинения, а то, что люди, в недавнем прошлом, признававшиеся ей в любви и верности, попросту отвернулись от нее в сложной ситуации. Пресса раздувала скандал и выставляла девушку чуть ли не убийцей, а поклонники смаковали подробности и приписывали ей несуществующие факты. Однако ситуация в корне изменилась, когда в 2006 году Азиза вышла на сцену в дуэте с сыном Игоря Талькова, с которым исполнила музыкальную композицию этот мир. Именно этот поступок Талькова-младшего ярко показал, что семья погибшего не винит артистку в случившемся и готова двигаться дальше. На протяжении нескольких лет Азизу видели в сопровождении Игоря Малахова, с которым ее связывали романтические отношения. Кроме того, именно Игорь написал специально для исполнительницы ряд песен, ставших впоследствии хитами. Пара познакомилась летом 1991 года. Вскоре стало известно, что Азиза беременна от возлюбленного. Казалось, что их ожидает счастье, однако все изменилось в один короткий момент. После того концерта, где погиб Игорь Тальков, у певицы случились преждевременные роды, и она потеряла своего малыша. К тому же врачи объявили свой вердикт – девушка никогда больше не сможет родить ребенка. В жизни влюбленных появилась черта, разделившая ее на до и после. Горе объединило их, но постоянные пьянки Малахова спустя два года привели к окончательному разрыву отношений. Азиза никогда не прекращала попыток вновь забеременеть, несмотря на поставленный ей неутешительный диагноз. Однако каждый раз попытки были неудачными. В 2005 году девушка приняла православие и отправилась в паломничество по святым местам. По одной из версий, Азиза пошла на этот шаг, чтобы смириться со своим положением и найти равновесие в своем внутреннем мире. По другой, на этот шаг ее уговорил Александр Бродолин, с которым ее связывали романтические отношения. Мужчина увлекался религией, и для него данный вопрос был весьма принципиален. С Бродолином, бизнесменом из Санкт-Петербурга, который впоследствии стал вторым гражданским супругом Азизы, женщина познакомилась на Кипре. Исполнительница на шесть лет старше своего избранника, который долго и красиво ухаживал, прежде чем получил благосклонность ее стороны. В 2016 году пара рассталась, о чем лично сообщила сама исполнительница. Последние несколько лет Азиза часто бывала на различных ток-шоу, где лично рассказывала о своих многочисленных романах с женатыми мужчинами – Александром Абдуловым, Николаем Караченцевым, Давидом Григоряном. Итальянец Александро Ларте появился в личной жизни артистки в январе 2020 года, хотя пара познакомилась несколько ранее, когда мужчина стал брать у Азизы уроки по вокалу. Предложение руки и сердца Ларте сделал прямо на шоу Андрея Малахова. Семья артистки не поддержала ее в этом решении, так же, как и в решении стать матерью с помощью донорской яйцеклетки. В начале 2022 года общественность узнала, что пара Азиза Ларте рассталась. По официальной версии, процедура ЭКО не принесла желанного результата, что и стало причиной расставания. Сейчас Азиза постоянно проживает в районе Сергеева Посада. В ее дома нашли приют 4 кошки, мастиф и овчарка. Артистка собственноручно выращивает овощи на своем огороде, закатывает соленья и разводит кур. На все вопросы Азиза утверждает, что переезд – это ее собственный, обдуманный и вполне осознанный выбор. Пишите свое мнение и подписывайтесь на канал. Впереди много новых новостей.